В начале 90-х хардкор и джанглстик с десемплированными брейкбитами, запитченными вокалами и басом, заставляющим ваши штаны шевелиться, доминировали на танцевальной сцене Англии. Эти треки были сделаны на раннем оборудовании и компьютерах, которые связаны с первыми видеоиграми. Пит Кэннон, композитор, пишущий для рекламы днем, а ночью хардкор джанглист, создающий аутентичный джангл. Он комбинирует современные технологии с оригинальным оборудованием. Привет, я Пит Кэннон. Вы можете знать меня по хип-хоп и джангл вещам. Я запустил лейбл под названием Enfo, и сейчас мы тут на Enfo, на Greenlanes. Также я делаю много хип-хопа с Dirty Dyke, работал с Inja, Ocean Wisdom, Verb T, High Focus Records. Также я делаю много музыки для видеорекламы Apple, Adidas, Porsche, других и многих других, что помогает мне оплачивать счета и делать ту музыку, которую я люблю. Первой штукой, на которой я попробовал делать музыку, был компьютер Amiga 1200. Как я помню, мне подарили его на Рождество вместе с игрой Captain Planet. А у моего друга была копия программы Octomed 4. В ней мы могли брать такие небольшие сэмплы и составлять из них секвенции на компьютере. У нас не было никаких мануалов, и мы разбирались просто методом тыка. Это был мой первый девайс, через который я, в общем-то, втянулся в это все. Надо проверить, работает ли Amiga. Он лежал в углу кладовки моей мамы в углу. Некоторые старые дискеты все еще читались, но у меня никогда не было возможности подключить сэмплер S950 к нему через маленькую мидию коробку. У меня не было всего этого в детстве. Не было возможности подключить Amiga к сэмплеру. И я решил посмотреть, смогу ли я познать этот рабочий процесс, как и вот все те чудаки, которые делали джангл в то время. Думаю, это было причиной и катализатором того, чтобы забрать все это обратное, слушать старые джангл треки, там, Aphrodite и BZB, и немного повеселиться, сбежать из Эйблтона, да и потом все завертелось, и теперь у меня это чертова гора синтов, ромплеров, сэмплеров, которые занимают целую комнату. Например, есть 950-й, это очень известный сэмплер, его использовали многие хип-хоп-продюсеры, такие как Пит Рок и Диджей Премьер. Также он использовался людьми вроде ShyFX на ранней джангл-сцене. Это 12-битный сэмплер, у него классное ЦП, и это дает жирный звук, кроме того, еще он известен своим фильтром, который действительно глубокий. Настройка звуков на нем может занять, ну, излишне много времени, но я думаю, что это стоит того. Есть много эмуляторов 950-го для Эйблтона, Лоджика, но из-за уважения к этой музыке я хотел пройти самостоятельно через этот путь, так же, как это делали люди в начале 90-х, чью музыку я слушал. Ну, то есть я использую 12-битный жирный звук, Aki S950, и использую Aki S1100, который вышел чуть-чуть позже. И это тот сэмплер, который использовал Liam из Prodigy на первых трех альбомах вместе с Roland W30, думаю, для секвенции с ним. Этот сэмплер звучит очень ярко и очень остро. Это один из первых сэмплеров Aki с возможностью мультипрограмм, так что под управлением Cubase вы можете запускать до 16 разных настроек сэмплера. Вот слушая тот ранний альбом Prodigy, я хотел пройти через те же рабочие процессы, которые прошли люди, которые создавали его. Когда ты включаешь эти сэмплеры, в них ничего нет внутри, поэтому это не похоже на загрузку банков сэмплером и поиск через миллион звуков. И эти условия подтолкнули меня вернуться к сэмплированию и диггингу пластинок, найти какие-нибудь оригинальные звуки, потому что, ну, все равно нужно было что-то записать в него. Я решил, ну, хорошо, я посмотрю, что у меня есть, миную готовые сэмпл-пэки, тем самым сделать что-то отличное от того, что делают другие. Это захватывающе, это очень весело, это на самом деле весело, и я думаю, что это тоже передается в конечный результат. Я покажу вам несколько технических приемов, которые я использую в студии. Покажу, как делаю классические рейв-стебы, некоторые функции Akai, такие как тайм-стретчинг, секвенцию на Amiga и Atari, и, возможно, целый трек. Так, окей, это Akai S1100, я думаю, это первый сэмплер Akai с встроенной платой эффектов. Там есть Reverb, Delay, Pitch Shift. Здесь я заменил оригинальный floppy дисковод на поддержку SD-карты, эта вещь подключается через Кази к порту в задней части, и это позволяет мне иметь тысячу дискет на таких маленьких SD-картах. Легко подключается и отлично работает. Мне это установил мой чел, JazzCat. Так что, если вы хотите сохранить части, то тут довольно легко это сделать, переключаться между различными кей-группами и сэмплами. Это облегчает жизнь сегодня, это намного проще. Вы нажимаете кнопку «Диск», и здесь видно четыре раздела. Он думает, что это четыре жесткие диска, хотя на самом деле это SD-карта, разбитая на четыре раздела. Это классный и очень ярко звучащий сэмплер, он хорош для нарезки брейкбитов. Тут у меня есть Amin Break. Классический Amin, я его нарезал на множество кусочков. Вот так вот. Классический вариант делать джангл — это Octomad. Все ваши нарезанные кусочки Amin'а управляются и программируются здесь, в трекере, в Octomad. А вот вейформ сэмпла. В 1991 году это новшество было важным событием, потому что теперь можно было видеть вейформ, в отличие от 950-го, у которого такой возможности не было, и это круто. Также известная особенность АКАИ — это функция тайм-стретчинга. Она может растягивать звук на длительное время в режиме цикла. Вот режим цикла. Сейчас я вам покажу. Тут можно изменить процент, насколько сильно нужно растянуть. Есть даже качество. Давайте сделаем 20%. Система АКАИ работает так, что нужно все именовать, давать новые имена, чтобы сохранять сэмплы в разные ячейки памяти. Поэтому, чтобы растянуть этот сэмпл Лейман Брейка и сыграть его, нам нужно будет задать новое имя. Это будет тайм-стретч из буквой T. Enter. Ну, как вы видите, он начал стретчить аудио. Тот самый классический джангл-стретч звук. Все готово. Теперь мы возвращаемся сюда, выбираем наш растянутый сэмпл. Звук выведен. Так, теперь послушаем. Это такой классический звук. Затем многие люди поднимают его питч, и получается вот такой эффект. Я впервые его услышал, кажется, это был слепмат, трек с его пластинки SMD-3. И тогда мне это снесло крышу, это был самый футуристичный звук. Я никогда такого раньше не слышал. Еще одна причина заполучить эти сэмплеры заключается в этой самой фиче. Ее можно воспроизвести на Ableton, вы можете сделать такое на чем угодно, но есть такой определенный алгоритм, определенный способ, который Макай делает это, что является тем самым фирменным джангл-звучанием. Так что тогда вы нарезаете снейры, вы стретчите их. Это отличная вещь. Можете, конечно, получить подобное при помощи плагина или программы, которая называется iKaiser, которая имитирует это на вашем компьютере, если вы хотите попробовать получить такой же звук. А также есть настройки в Ableton, например, в разных областях тайм-стретча, где вы можете манипулировать ими, чтобы он звучал аналогично этому. Это, да, ну, это потрясающий звук. Мне нравится. У нас есть брейк, порезанный на части. И дальше я буду настраивать, буду настраивать секвенцию в Octamed. Это Octamed 4. Это трекер. По сути, здесь 8 каналов, и можно работать с ними. Так что этот компьютер Amiga подключен через MIDI к Akaio, и с помощью этого идет запуск сэмплов внутри Akaio. Это не похоже на Dole, где дорожки идут в ту сторону, тут все двигается вниз. Просто покажу вам пример. Вот Amiga, он разложен на клавишах. Итак, здесь все эти разные части нарезаны, и вот сюда вот, посмотрите. Ну, вы уловили идею, наверное. Это одна из причин, почему я вернулся к этой программе, потому что нарезать брейки на ней — это очень весело. Все делается с превращением шага по 4 или по 8, если вы хотите сделать три олива, вы делаете по 6, потому что на самом деле здесь вы делаете музыку в таких блоках. Так что если еще раз включить... Вот один такт. Вот второй такт. В итоге эти 4 такта вы выстраиваете здесь, в секвенсоре, и вы можете соединить их вместе. Многие люди спрашивают меня про основы работы на сэмплере Акай, и я всегда отвечаю так. Вам нужно перейти в Edit Sample, где сэмпл был записан внутрь, затем нужно назначить этот сэмпл программе. В программе настраивается кей-группа, которая отвечает за связь нод сэмплера с клавишами на MIDI-клавиатуре. Это все очень похоже на Ableton, где вы закидываете сэмпл в симплер или сэмплер, и клавиши уже настроены, чтобы играть в ваш сэмпл. Практически это то же самое, это несложно. Запиши сэмпл, отредактируй его, назначь программу, настройки и группу. Тут у меня одна для ударных, другая для пэдов, другая для баса и других звуков. Все эти программы назначены на разные MIDI-каналы и идут с разных выходов на микшер. Вот так это работает все вместе, и это также подключено через MIDI-кабель Камига. Так, это настройки MIDI на Octomate. Вы можете загружать сюда свои сэмплы в эти слоты. И вот это MIDI-каналы, первые 16 у меня синхронизированы со всеми этими синтезаторами и сэмплерами. Вот смотрите, я выбираю нужный MIDI-канал. У меня есть номер 10, который назначен на программу с AIMON BREAK здесь. А вот так Амига взаимодействует. Если я сменю канал, так этот не назначен, а вот здесь играют уже другие звуки, которые в сэмплере. Да, вот, у нас есть небольшой трек, несколько звуков, просто чтобы показать, на что это похоже. Так что можете послушать. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Теперь это уже похоже на небольшую секвенцию, потом я начинаю что-то тут, иногда я переношу все это в Ableton, или же делаю версию всего трека здесь и слушаю его. Я сделал версию здесь, давайте послушаем. Классно, окей, у меня есть еще много хороших синтезаторов из 80-х и 90-х, один из них это Juno 2 и Poli 61. Одна из крутых вещей у них это то, что вы можете сохранить в память целый аккорд, а потом получить звучание классических рейвовых стебов на одной клавише. Я покажу вам. Вот такой аккорд. Записал его в память. А теперь всего одним пальцем можно сыграть вот такое. Ну, узнаете, да? 808 стейп. Вот так они это делали. Вот, да, этот синт чисто ради этих стебов. Ну, и такие же настройки есть на Juno 2, так что можно сыграть аккорд. Так записал, и теперь так же. Опять же, эти синтезаторы, есть много плагинов, которые вы можете установить, можете найти тот же Juno 1, 2, но просто эти маленькие функции, которые как бы выдают этот классический рейв звук, эти аккорды. Я запустил Atari ST, в этот раз модель 520 с 4 мегабайтами памяти на борту. А это Cubase 2, 90-го года выпуска, слегка более знакомый вам вид линейного написания, более понятный в наше время. Все подключено к синтам, и сэмплером, опять же, это оригинальный такой продвинутый секвенсор ранних 90-х. Есть несколько звуков из Poly 61, о котором мы говорили ранее, когда говорили про аккорды. А, вот здесь. Звучит круто. И у нас есть несколько звуков струнных из D10. Классические рейвовые струнные, отличные на высоких нотах. У нас есть KORG Waystation AD, мультиголосый синтезатор, 16 выходных каналов присоединенных. Есть несколько установленных уже звуков, которые у нас тут на втором канале. Окей, затем Маккай наложит ударные, несколько кусочков по именному месте. Одно из больших преимуществ использования по сравнению с Octomet в том, что ты можешь легко играть на клавишах и записывать это сюда, и отредактировать это в музыкальной нотации. И что куда проще, чем возиться с четырьмя таблицами, соединяя их с друг другом. Ну вот, я здесь все это собрал, и можете послушать. В этом трике также используется Bose DE200 Delay, это старый блок дилей из 80-х, и он применен к вокалу. В нем есть классная функция модуляции, которая позволяет как бы перемещать ширину дилея, звучит круто. Он заведен на вспомогательный вход на микшерный пульт и применен поверх вокала, как вы можете услышать. Я также использовал Superhorus на Digitec, который проходит через синтезатор здесь на отдельном канале в качестве инсерта. Так что он как бы объединяет синты, чтобы дать мне этот звук. Таким образом, это два таких базовых эффекта, что я использовал. Есть еще в микшерном пульте немного дилеев и ревербов встроенных. Так что это объединение этих четырех эффектов. Это небольшой восьмибитный картридж, который вставляется в порт в задней части Amiga и позволяет вам подключить что угодно, чтобы сэмплировать. Можно подключить вертушки или что-то подобное, засэмплить что-нибудь. Здесь только восьмибитное аудио. Звучит, конечно, довольно грубо, но большая часть ранней рейв музыки была сделана именно так. Так что теперь можно и играть с звуками на клавишах. Вот здесь видны вейв форм. Это восьмибитный аймин. И затем мы можем загрузить много других звуков, что и есть самое крутое в этом этапе на базе Amiga. Как вы можете слышать, это довольно грубый звук, это 8-бит. В принципе, при помощи эквалайзера и эффектов на пути можно с этим креативить. Я загрузил сюда кучу брейков, кучу разных звуков. У меня скоро выходит эпитрик, из которой сделаны полностью на четырех каналах восьмибитного аудио на Amiga. Ммм, посмотрите-ка, нам только что пришло несколько тест-прессов с почты, так что давайте послушаем. Они были нарезаны легендарным Саймоном Мезе Эксчендж. В свое время он много старого джангла нарезал в Саймоном Мезе Эксчендж, и он до сих пор использует оригинальное оборудование из девяностых. Делал мастеринг для моего лейбла N4. Тут четыре трека, брейкбит и джангл, сделанные исключительно в Amiga. Четыре канала, восьмибитного аудио. Давайте послушаем. Это чистый восемь бит, так что звучит немного по-своему. Можете услышать этот грубый звук. Звучит четко, как по мне. Итак, здесь есть жесткий диск, так что это первый и второй жесткие диски, поэтому если мы загрузим мои музыкальные программы, давайте заглянем сюда. Запустим Octomet 4. Посмотрите на эту маленькую, миленькую картинку синтезатора. Да! На самом деле этот софт теперь бесплатный, вернее, кажется, это случилось еще на Amiga, на четвертой или шестой тогда. Вот, как видите, бесплатная версия. Так что вот эта главная страница. Теперь загрузим наши песни и сэмплы здесь. Вот трек, загружаем песню. В ней восемь каналов, и она полностью написана в Amiga. Вот здесь, как вы можете видеть, разные части соединены вместе. Давайте послушаем. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!